Итоги недели. Почему мы упорно следим за происходящим на Украине? Потому что от этого очень сильно зависят не только наши отношения, которых, как говорит Зеленский, уже нет. Нет так нет, насильно мил не будешь. От этого зависит наша экономика, наша безопасность и наши санкции. Если команда Зеленского обещает, что Донбасская война будет закончена еще на его первом сроке, мы этому не можем не радоваться. Но почему-то Киев, который всегда упорно предлагал свою трактовку мирных соглашений, упорно отказывался прочесть первоисточники, сейчас снова объявляет Россия сторона донбасского конфликта. Почему? Мы свои интересы отстаиваем не менее упорно. Нет, мы не сторона конфликта. Мы посредник между Киевом и его гражданами на востоке Украины. Одновременно Киев упорно объявляет «Крым наш». И при этом также упорно делает все, чтобы жизнь живущих в Крыму осложнить. Уже в ООН жалуются на то, что Украина лишила полуостров воды. И уже кажется, что именно упорное нежелание Киева принимать реальность – главная причина, из-за которой, судя по опросам, больше 60% украинцев испытывают разочарование от того, что происходит в стране. И когда украинское правительство на полном серьезе обсуждают, что нужно прекратить импорт картошки из России, мы вдруг понимаем, что у нас покупают не только газ, которого на Украине нет, но и картошку, которая у нас дешевле. Инна Осипова разбиралась, почему. Никто не говорит, что завтра мы будем снова дружить. У нас тоже по украинскому вопросу накопилось, но Зеленский ведь не может не понимать, что упорство, с которым Киев продолжает резать по-живому, уже не кажется закономерным. Долгие конфликты не интересны никому, особенно тем, кто на них уже сыграл. 12 тысяч солдат из Украины в 8 странах. Тяжелая военная техника и авиация. Всего 700 единиц. Таких масштабных лучей незалежные еще не видели. Руководит маневрами американская сторона. Штаты прислали даже элитное подразделение спецназа армии США. Это так называемые «зеленые береты». Они привезли с собой десантные конвертопланы «Острый» и самолеты спецназначения МС-130. Украинская сторона принимает опыт и угощает учителей тушенкой. По регенде учения международный контингент дает отпор стране агрессору. Что за агрессор в НАТО не скрывают. Как и то, что военные маневры под Львовым рэпид-трайдом 2020 – ответ России на ее плановое учение «Кавказ-2020». Это не только новый этап усовершенствования военного мастерства. Это важный шаг на пути к евроинтеграции нашего государства. Я благодарю всех международных участников, благодарю международных партнеров за неизменную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии. Заодно Зеленский рассказал о стратегии нацбезопасности Украины, которую он утвердил. Главное в ней – сохранение курса страны наступления в НАТО и доведение войск до уровня Североатлантического альянса. В НАТО не видят Украину в своих рядах. В ближайшие годы армия ВСУ не дотягивает до их стандартов. При этом альянс не скрывает своих интересов к территории незалежной – от морских берегов Одессы до западных окраин. Чем ближе к России, тем лучше. В порту Одессы в эти дни находятся сразу четыре корабля НАТО, в том числе американские СМИ с «Рузвельц», на борту которого базируются крылатые ракеты «Тамагав». Это демонстрация силы для России. Рапортуют украинские телеканалы. Это вооружение сможет изменить баланс в акватории Черного моря. Россияне теперь будут бояться туда выходить, потому что знают, что в любой момент ракета может прилететь в бок их кораблю. Еще одна демонстрация полета американских ядерных бомбардировщиков Б-52 всего в нескольких километрах от Крыма. Сегодня рано утром два бомбардировщика Б-52 взяли курс напрямую к Крыму. И возле админграницы в районе Мелитополя Страта Фортрес провел условные маневры бомбометания по российским целям на территории оккупированного Крыма. Сопровождают американские самолеты украинские истребители, демонстрируя фигуру высшего пилотажа, бочки. Отныне такие пируэты в небе украинцы России будут регулярно, пообещали в Киеве и в Пентагоне. Это опять же абсолютно демонстрационный, явно провокационный полет, который прежде всего направлен против Российской Федерации. Если верить американскому телеканалу NBC, США устраивают не только провокации, но и вооружают украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму, походки диверсий которых были не раз. Четыре года назад ФСБ вышло на украинских разведчиков, которые планировали сразу серию терактов. Троих задержали, двое были уничтожены в перестрелке. Не обошлось без жертв и среди российских пограничников. Отход террористов прикрывали с территории Украины ПТРами и танками. После столь громкого провала тогдашний вице-президент США Джо Байден жестко отчитал Порошенко, который публично отрицал причастность Украины к инциденту в Крыму. Вы сказали нет, об этом мне не было известно. Хорошо, я поверил. Но у нас не было ни единой мысли о том, что вы собираетесь сделать. Это не было полностью прозрачно. Это привело к гигантской проблеме. Я даю вам гарантии, такого больше не повторится. Ничего подобного. Не только подобного, а ничего вообще. На этой неделе депутат Рады Дергач обнародовал новую порцию аудиозаписи разговоров между Байденом и Порошенко. Судя по этим разговорам Байдена и Порошенко, вы русские обделались, когда Крыму подошел стратегический бомбардировщик Б-52 и начал отрабатывать ядерный удар по Крыму. Кстати говоря, в 2019 году мой батя был в Крыму, конкретно в САКах, и заложил там целеуказание для натовских бомбардировщиков. Знаете, господа расисты, российские фашисты, что просто так вы не уйдете от наказания за наглый захват Крыма в 2014 году. Крым либо будет украинский, либо там будет гигантский Чернобыль, русская Хиросима и Нагасаки. Мы это вам с радостью можем устроить. А вот картошечку мы будем закупать у Белоруссии и Азербайджана. Здрасте, это не и Рада Зейнолова, а Верховная Рада. И мы начинаем итоги недели в вашей поганой стране. Пока вас окончательно не разбомбили ядерным ударом. Не туда нажал. Наши соседи, поляки, от вас требуют арестовать работающих при крушении Ту-154 диспетчеров. Следственная группа польской генеральной прокуратуры подала иск в окружной суд Варшавы ходатательства на арест авиадиспетчеров, работающих на аэродроме Смоленск-Северный. Во время крушения самолета с президентом Польши Лехом Качинским в 2010 году давно было пора наказать хоть каких-то авиадиспетчеров. А то после польской авиакатастрофы в Смоленске эти, блин, горе диспетчера умудрилось разбить самолет с хоккейным клубом «Локомотив» в 2011 году. Самолет Казани в 2013 году, самолет с военным хором России в 2016 году. И вообще качество подготовки как летного состава, так и вспомогательных служб оставляет желать лучшего в России. А в Украине в последний раз гражданский самолет, и Боинг в 2014 году это было исключение, его сбили ракетой. Имеется в виду, что крушение самолета, не связанное с попаданием ракеты, в Украине было в 2007 году, когда в Небенном Донецком разбился Ту-154. Итог, кстати говоря, российских авиалиний. Мы вернемся к полякам. А цену за это дубоголовые россияне, которые платят из своего кошелька за госкомпанию «Аэрофлот», расплатят своими головами за то, что они разбили самолет президента Польши в 2010 году. Вообще больше всего авиакатастроф происходит именно в России. Ну я уже сказал, в России действительно летать небезопасно, ибо экономит на этой самой безопасности очень и очень много. Но это мы ушли опять-таки чуть-чуть в другую сторону. С самолетом Ту-154 Леха Качинского все предельно ясно и понятно. Самолет разрушился из-за двух направленных взрывов на борту еще до столкновения его с землей. А конкретно на высоте 900 метров это был теракт со стороны российских спецслужб, направленный на уничтожение высшего польского руководства. Да, именно так, не удивляйтесь. Теракт. Ведь путинскому режиму удалось же взорвать дома в 1999 году, убивать детей вместе с террористами в школе номер один Беслана. А тут вдруг они президента Польши не могли устранить что ли? Нет, конечно, могли. Могли, хотели и устранили. Да еще как смогли. Кстати, интересная деталь. Незадолго до катастрофы почему-то на аэродроме Сомоленск-Северный, где должен был приземлиться польский борт номер один, выключились все посадочные огни. Что это было чисто случайно? Конечно же нет. Катастрофа ТО-154 под Сомоленком это тщательно спланированная операция российских спецслужб, направленная не столько даже против Польши и польского народа, что конечно же есть, а против тогдашнего президента Медведева и его хорошего отношения с польским руководством. Все мы прекрасно помним, что Медведев хоть тогда и был президентом, но спецслужбы подчинялись премьер-министру, то есть Путину, который отдал приказ об ликвидации Леха Кочинского. Одним из исполнителей этого теракта со стороны России, со стороны российского террористического государства, которое должно быть запрещено во всем мире, были как раз авиадиспетчера, которые специально уводили самолет на этот аэродром, чтобы грохнуть польского президента. Наверняка сейчас нас уверяют, что это все вымысел. Она, как и тот, что сразу после авиакатастрофы сотрудники российского ОМОНа стырили банковскую карточку покойного президента и имели наглость ей воспользоваться. Об этом же сразу узнало польское агентство безопасности и арестовало российских горем мародеров в погонах, прям в России. Так что думаете, что вас защитят ФСБ, ГРУ, МВД, СКР? Нет, если понадобится, вас достанут! Так вот, эти мародеры, численные за воинской частью номер 06755, это установили их личности, это некто Серов, Пустова, Панкратов и Саньков. А все четверо признали, что незадолго до катастрофы слышали два хлопка. Эти показания ОМОНовцев российское горе следствие назвало кощунственными. Вообще, в этом деле, наше следствие было антиследствие. В смысле, СКР сознательно уводил след с российской диверсии на то, что якобы польский президент напился и мешал пилотам рулить. Но теперь за эту клевету ответят наши, то есть ваши русские диспетчера по справедливому польскому суду. Это вызвало шок у расистов. Типичный расист Игорь, 65-й регион, пишет нагло в Твиттере у себя, что вот полякам якобы издеваются над своим покойным президентом в который раз. Нет, Игорь, это не издевательство, это неотвратимое наказание вам, расистам, за ваши преступления, в данном случае против польского народа. Сразу активизировался наш любимый помёт Владимир Рудольфович Соловьёв, который меняет свою точку зрения в зависимости от политических реалий, и заявил, что Россия физически не смогла подложить бомбу под польский самолёт. Ведь он не приземлялся далеко, потому что в Смоленске на территории России. Более того, вот парадокс, что в смерти Качинского в России обвинять начали украинские спецслужбы. Ну, ну при чём тут реально украинские спецслужбы, ребят, вы чё? Это вы же устранили польского президента, это ваш косяк. Украина и украинские спецслужбы здесь и при чём? Мол, якобы это украинские спецслужбы, в России так говорят, что заложили бомбу под польские лайни. Ребят, ну какие украинские спецслужбы, ну что, ну в тот момент СБУ террористами занималась и охраной Януковича. А не дирекционными действиями. Ха-ха, так что, ха-ха-ха-ха, и ещё раз ха-ха-ха про эту версию, что украинские спецслужбы взорвали польский лайнер с президентом. Нет, это вы сделали! А расследование польской прокуратуры продолжалось целых 7 лет. В 2017 году выяснилось, что таки да, диспетчеры поспособствовали катастрофе Ту-154. А сама эта тушка, незадолго, ну тушка-самолёт, до аварии проходила плановый, внимательно, технический ремонт в России, где как раз и заложили бомбу под президентский самолёт. Ну и кто после этого? Ну а россияне типичные террористы! Причём это вовсе не какие-то голословные обвинения. Взрывы были зафиксированы чёрным ящиком. Помимо этого, разброс осколков самолёта свидетельствует о том, что самолёт разрушился ещё до столкновения с землёй. До, понимаете? А до это может быть только в одном случае, если сработала наглая российская бомба, которую ещё сделали в лабораториях КГБ, когда вот эта самая Польша отделилась от Варшавского договора, да? Движение «Солидарность». Тогда идею об ликвидации польского руководства завербовал Горбачёв. Но Путин не Горбачёв. Путин действует жёстче, когда видит слабину. А у польского президента по отношению к России была слабина. Ну что ж, теперь вы получите пополнее размещение ядерного оружия в Польше. И нацелено ли его, в том числе на Крым, на Саки, на Севастополь, на Симферополь, на Ялту, на... Чуть не сказал на Херсон, нет. На Херсон не надо. Об этом ещё говорит один фактор, что после катастрофы прочесали всю просеку, куда упал самолёт, а потом эту просеку, то есть эти деревья, вырубили. А зачем вырубать деревья-то? Чтобы скрыть улик. Таким образом избавлялись от улик. И вот за это всё диспетчера России нагло ответят перед польской прокуратуры. Хотя я думаю, что их грохнут в ФСБшники. Хотя, что-то они разлучились грохать в последнее время людей. И вот в случае с новальным свидетельствует об этом. Но да ладно. Идём к следующей теме. На реконструкцию Белого дома направлен на свыше 5 миллиардов рублей. И из госбюджета, естественно. Белый дом, по аналогам со зданием в Вашингтоне, округ Колумбия, у нас называют здание правительства. Только там, в отличие от штатов, не заседает президент. Ведь у нас не президент. У нас царь. Ему подавай кремлёвские палаты. Ранее говорилось лишь о 2 миллиардов рублей. Но сумму пришлось увеличить и выдвое. Ибо есть в смете реконструкций здание такой пункт, как откат и распил в личный карман, Мишустинских выкормышей. И этот пункт как раз увеличивается вдвое. Решение о реконструкции здания правительства принимал ещё Медведев в 2017 году. Ха-ха, Мишустин это решение не только не отменил, но и смету на реконструкцию увеличил вдвое. В 2019 году глав госэкспертиза одобрила всю проектную документацию на реконструкцию, реновацию здания правительства. Но тогда про сумму затрат на этот проект не говорилось. Ой, а что такое? Почему не говорилось? А ведь набоялись гнева народа. Помните, да, когда из-за бесчестных, абсолютно бесчестных выборов в Мосгордуму чуть ли российское общество, у неё штурмом взяло администрацию президента. А если бы сказали о том, что сколько на реконструкцию здания правительства уйдёт, так уж повторился бы 93-й год бы в здании правительства. Только на сей раз танки были бы от народа, а не от президента. А в этом году всех запугали коронавирусом. Главного смутьяна траванули Навального, траванули новичком, а все чиновники подумали, что им теперь всё можно. Не только увеличили смету, но и громогласно раструбили об этом в СМИ. Мол, смотрите, чередь, мы можем на ваши деньги наше здание отремонтировать на ваши деньги. А вам хрен новые жилые дома. Ютитесь в старых зданиях и в комнатушках общежития. Однако, есть и положительная страна данных растрат. Это мы наконец-таки узнаем, хотя бы. Ну, что там есть, помимо кабинета премьер-министра и зала совещаний, которые показывают по ТВ. Итак, реконструкция требует подземные гаражи, которые иногда затапливают реки Москвы. неглинные и другие, которые как раз спрятаны под землю. Ещё требует реконструкции система отопления отопления и кругля. А также, главное, лестница и стены. Ну, вы видите на своих экранах, что там надо реконструировать. Значит, их все заливают водой и протечками из труб. Уверены в правительстве. Ну, что ж, это получается кара небес. Вот пошли кадры 93-го года. А, 91-го ещё, да. А вот 93-го. Это ещё кара небес правительству. РБК нам напоминает историю стадия построили его на бывшей авторемонтной базе. В 1965-м году планировалось, что там будет здание связи аэрофлота с другими воздушными флотами по всему миру. Но архитектор Чучушин настолько хорошо построил это здание, что оно приглянулось партийным боссам ЦК Компартии. И с 1981-го года там находился Комитет Народного Контроля. Видите, как звучит Народный Контроль. А сейчас там правительство антинародное. Своему же перестроили, да, с 1981-го достроили в нём три подземных этажа, бункер, стоянку и холодильник, чтобы можно было чиновникам пашать, когда холодная война между СССР и США перешла бы в горячую. Ну и, конечно, туда, в здание большой авторемонтной базы провели секретную ветку Метро-2, чтобы, если вдруг совки бы проиграли горячую войну США, можно было свои задницы правительственные эвакуировать. Кстати, говоря, информацию об этом собирал некий МШ, известный, то есть, Андрей Пыш, известный как МШ, и за это нагло его арестовали в ФСБ. Поэтому я призываю чекистских мразей освободить Андрея Пыша, хоть я делал ролик о том, что Андрей Пыш виноват. Так вот, вернемся мы к Белому Дому, хватит уже кадр крутить. Потом, в 1993 году, по зданию на Котельнической набережной, а это адрес, где стоит Белый Дом, били танки во время Пучи 1993 года, а в 1994 году Белый Дом стал официальной резиденцией правительства России. Многие хотят повторения танковых ударов по правительству, как в 1993 году, чтобы коррупционеры с Мишусуным получили по заслугам вообще распил на реконструкции здания правительства достоин отчей Навального, но его соблаговременно траванули, чтобы как раз таких расследований о том, во сколько боится распил на реконструкцию Белого Дома не было. Конечно, министры не хотят жить в коричневой субстанции. Им подавай обновление их рабочего места, но хотя бы подумали бы о этой челяди народе, о том, что они живут, они работают в гораздо более скорбких условиях, чем сейчас правительство. Люди живут в деревянных домах, в туалетах во дворе, а тут этим дармоедом из правительства новая хорома подавай. За вас же счет, граждане, за счет тех, кто живет в деревянных домах на деньги из госбюджета, выделенные на реконструкцию правительства, можно было бы успешно построить 10 19 этажных домов. Но правительство нам говорит, ага, сейчас прям. Пусть челядь терпит, пусть ютится в своих комнатушках, а мы будем себе новые царские хоромы строить. Народ хуже живет, а на реконструкцию им денежки подавай. Позор правительству, пора бы вновь туда танки пригнать прямо из 93-го года. И, кстати говоря, ведь любуются эти самые чиновники на Москву, реку, какая красота, шандарахнуть бы. По этому зданию. Все, переходим к другой теме. новый виток репрессий в нашей несвободной стране. Теперь вместе с подсудимым незаконно репрессиям подвергается и его адвокат. адвоката Михаила Ефремова лишили статус адвоката. Но, справедливости ради скажу, он не отправится за решетку вслед за Михаилом, а через год вновь может стать адвокатом. Но теперь в результате этого решения Минюста полиция, Следственный комитет сможет плотно заняться уже самим Пашаевым в качестве обвиняемого, что потенциально может грозить реальным сроком не только ему, но и другим адвокатам, которые вовлечены так или иначе в резонанс и дела. То есть это не только и нисколько личные наказания для Пашаева со стороны Минюста, это еще предупреждение другим адвокатам, чтобы уходили из профессии, а не то они встретятся со своими клиентами в тюрьмах, ну или чтобы не брали резонансные дела. Так что то, что это расправа лично над Пашаевым, а то, что это расправа не лично над Пашаевым, а над адвокатами, как представителями потерпевших, от нашего государства лиц физические эмоциональные пытки и реальные уголовные наказания подтверждают тот факт, что несмотря на восьмилетний срок заключения в тюрьме, Михаил Ефимов заявил, что Пашаев исполнял свою работу высокопрофессионально, с чувством, с толком, с расстановочкой, а особенно его общение журналистами, мол, так вам и надо пропагандисты, Пашаев не удавает, он продолжит заниматься юриспруденцией, он продолжит свою работу, но уже не в качестве адвоката, а в качестве юриста. И вот тут-то как раз власть достает новый козырь против Пашаева, что позволяет мне говорить, что это не личное доказание лишения статуса адвокатов, а репрессия против защитника неугодного властя Михаила Ефимова. По версии бывших клиентов господина Пашаева, защитник и его помощник получали от них 3 миллиона рублей, но свои обязанности в полном объеме так увы и не исполняли. И все это клалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как мошенничество со стороны Пашаева. И сразу возникает вопрос, а почему об этом никто не слышал раньше? Значит, все-таки после дела Ефребова власти подтолкнули тех, кто был недоволен услугами Пашаева написать заявление в полицию? Или они уже были написаны, но как пишет коммерсант, делом ход не давали, как раз из-за того, что Пашаев был в статусе адвоката, а теперь он этого статуса лишен. И как я уже говорил, до дела Ефребова Пашаев помешал до дела Ефребова, видно, Пашаев помогал властям упечатывать за решетку невиновных людей. Ну, в крайнем случае он не мешал это делать властям, и поэтому был серой мышкой освоив доску в адвокатуре. Но, тем не менее, зарабатывая на адвокатской деятельности много, что хочется адвокату? Еще больше денег? Нет. Славы? Ну, конечно же, славы. А тут резонансное дело с Ефремовым. И Пашаев взялся защищать Ефремова уже не за бабло, не за бабло от его семьи, не за бабло от театра, в котором работал Ефремов. Нет. А ради славы адвоката. И он эту славу получил по полной именно за это поплатился. Теперь под угрозу репрессий встал сам Пашаев. на нем могут быть застегнуты нарушники в любой момент и по любому поводу. И тут же прокомментировал все это адвокат со стороны потерпевших в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, который защищал вовсе не потерпевших, а властей в том судебном процессе. Добровинский прокомментировал решение Пашаева адвокатской деятельности, что он будет скучать по Пашаеву целый год. А Добровинский это самый крутой адвокат и семья потерпевших не могла его просто так нанять. А значит кто-то из правительства перечислил тани. Чтобы расправиться с Ефремовым Добровинский по поводу решения Пашаева адвокатского статуса заявил, что будет скучать в адвокатской палате. Потом заявил, что никаких комментариев по этому делу не дают. Но он уже дал комментарии. это ж Добровинского явно неспроста. В такой ситуации, когда Ефремов сам подставился и власть наняла самого дорогого адвоката в России. Когда я говорю, власть возможно это единая Россия, но неважно. Для потерпевших осталось только и делать для обвиняемых осталось только в этой ситуации, когда власти для потерпевших нанялись самого дорогого адвоката, в этой ситуации обвиняемым оставалось только делать из суда судилища, показывать, что у нас в целом несут о цирк маразма общественности, что и было сделано адвокатом пошаевал. А чтобы это еще не выглядело как то, что этническому осетину запрещают защищать русского в Путинском четвертом рейхе лишение статуса адвоката было сформировано было сформировано Минюстом через палату представителей адвокатов Осетии. Ее глава некто Юрий Пилипенко заявил, что если бы не тот цирк, который устроил Пашаев судом над Ефремовым, то вполне бы он сейчас мог бы находиться в статусе адвоката. Но, ребят, ну разве Пашаев устроил цирк? Это власти устроили цирк судом над Ефремовым. Сначала они держали всех на самоизоляции, потом закрыли все увеселительные заведения из-за коронавируса. Людям просто люди сидели дома и мне просто нечем было заняться. А тут ДТП, суд и, естественно, все вот эти тусовщики, все вот эти фрики, которые тусовались там по ночным клубам, по разным вечеринкам, Паши на суд, потому что вечеринки все прикрыли и суда сделали цирк. Конечно, но это не вина Пашаева. Цирк и суда над Ефремовым устроили сами власти. Для этого они натравили своих продажных журношлюшек типа Шенина, Спироковала и Соловьева, чтобы они освещали сам процесс. Перед ДТП с Ефремовым власти ну да, всех держали под домашним арестом, под карантином. Так что не думайте, что Пашаев виноват во всем. У нас репрессивное государство, а суд это цирк маразма или просто цирк. Давайте к следующей теме. Умер ведущий телешоу Русское Лото Михаил Борисов. Петяльная новость пришла. Умер телеведущий шоу Русское Лото Михаил Борисов на 72-м году жизни, не приходя в сознание. Он находился в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, бесполезно. Ему стало плохо прямо на съемочной площадке. Напомню, что Михаил Борисов был не только известным телеведущим, но и занимался преподавательской деятельностью, заведуя кафедрой режиссуры в ГИТИСе и Щукинском училище. И, конечно, в том числе это то, что он не справился со своей болезнью, подкосило его в этом деле смерть жены, которая умерла во время родов. Ему пришлось одному воспитывать сына. После этого Михаил спал в депрессию, из которой, увы, не выбрался. Но, тем не менее, нашел в себе силы и влюбился в студентку Аню, которая ему подарила еще несколько лет счастья, но и рано или поздно всему приходит конец. Конец настал и Михаилу Борисову. Так внезапно и так неотвратимо. Светлая ему память, царство небесное, но давайте будем до конца объективны. Он вел, по сути, делал лохотрон. Да, делал это ясно и профессионально, но ведь вел лохотрон, в который играли только кретины. И поэтому можно сказать, что он жил как мошенник, а умер как герой. Он был знаменит тем, что озвучил номера, выпавшие из бочонков, крайне нестандартным методом. Не цифры 11-12 и так далее, а словами гусиные палочки или барабанные палочки или 44 это ножки от стула. И вот этот крутейший харизматичный мужик скончался на наших глазах. Традиционно в таких случаях соболезнен родным и близким с моей стороны. Но вы понимаете, что просто так эту новость в итоге недели я бы не включил. Ибо сначала пришло сообщение, что Михаил Борисович умер от коронавируса, но потом врачи горбаницев, который скончался Михаил, опровергли это сказав, что Борисов умер от воспаления легких. И мы до конца не знаем как раз от чего умер Михаил Борисов. От воспаления легких или все-таки от коронавируса. Врачам, увы, нет доверия, ибо данные по коронавирусу в России повышаются. Все больше людей заболевает. Грядет и, наверное, уже началась вторая волна вспышки этого заболевания. Но нам теперь раструбили, что есть, в отличие от весны, нам теперь раструбили, что есть же вакцина. И возникает ряд вопросов уже к медицинскому персоналу горбольниц, который скончался с Михаил Борисов. Почему если он действительно болел коронавирусом, ему не сделали вакцину, а если сделали вакцину, почему она не помогла? На это, мне кажется, должны дать ответ врачи. А пока что все выглядит типа так, что работники Минздрава сознательно скрывают причину смерти артиста, чтобы не было еще больше паники в стране. Ведь Михаил Борисович был своеобразной душой русского мира, как бы к русскому миру не относились бы. И эту душу то ли врачи, то ли научные сотрудники загубили своим непрофессионализмом. Ну, скажем так, не смогли спасти. А ведь это был артист с большой буквы. Что говорить про простых людей? Простые люди вообще обречены по поводу коронавируса. Надо понимать, что мои претензии к врачам, лечившим Михаила, не беспочвены. Его сознательно ввели в искусственную кому. Я далек от медицины, поэтому я не буду говорить, так ли надо было делать или нет. Однако, насколько я знаю, при воспалении легких, я подчеркиваю, что я могу ошибаться, в кому не вводят, а вводят как раз-таки поражение дыхательных путей, которые могут быть связаны с вспышкой какого-нибудь вируса, например, коронавируса. И получается, что Михаил Борисович не только умер от коронавируса, но потенциально мог заразить все это НТВ, все это телевидение Останкино, а раз уж звезды не просто болеют, а умирать от коронавируса, что уж говорить про простых граждан. Так что неизбежно грядет вторая волна коронавируса в России. Но теперь помимо короны люди будут докнуть от обычного ОРВ и ОРС просто потому, что сезон этих болезней пришелся на вторую волну коронавируса, что уже и подтверждают смерть Михаила Борисова. А вот будет ли вторая волна самоизоляции вопрос пока что повезает в воздухе, ибо это тот случай, когда лекарство хуже, чем болезнь. Эта радикальная мера может подстегнуть людей к новой революции, потому что они сидят дома и им иммунитарно нечего жрать, а все свои запасы они съели весной. Но мы чуть-чуть отвлеклись от темы. Как говорят родственники Михаила Борисовича, он умер на руках у врачей. Я думаю, что нет никаких сомнений, что смерть Михаила Борисова символизирует начало второй, еще более смертоносной волны коронавируса в России, даже если телеведущий умер не от него, а вот его любимый лохотрон МТВшником пора бы прикрыть. А то мы не вчера родились и знаем, кто там на самом деле выигрывает знакомые знакомых и далее по списку. МТВ русским лото, а перед МТВ программа шла на РТР на России дурила всю страну и удержалась только на харизме Михаила Борисовича. Пора бы этот лохотрон и прекратить и сказать «Стоп игра!» как это делал Михаил Борисович. Светлая ему память. Помолчим секунду в память о нем. Ну, к другой теме. Ой, радость-то какая! Ой-ой-ой! Россия возобновляет обеспечение с несколькими странами. Увы, не с теми странами, куда хочется истинному патриоту России. Ни с Италии, ни с Францией, где у патриотов России, виноградники растут. А Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Нам будут кричать, что там санитарная обстановка лучше, чем в Европе и в Штатах. На самом деле коронавирус здесь ни при чем. Давайте разбираться, почему же Россия открыла или ей открыли воздушные ворота эти страны Казахстан, Киргизия, Белоруссия. И кстати, открытие границ для этих стран подписал сам Мишусин. Так что действительно коронавирус тут ни при чем. Но начнем с Казахстана. Здесь действительно принимаются довольно жесткие меры. Российским ублюдкам надо сначала предъявить справку о потустве коронавируса, либо в течение 48 дней сдать тест на коронавирус. или же пройти 14-дневный карантин. Но почему же Казахстан так важен для России, покопавшихся в интернете, помимо того, что типа Казахстан, ну как же так, это же наш брат, в Совке же вместе жили и прочей фигни. Так вот, оказалось, все дело ровно вы даже не поверите в чем, все дело в нефтяном бизнесе. Уж казалось бы, у нас, у вас в России мощнейшие нефтедобывающие предприятия, Лукойл, Роснефть, Газпромнефть и прочее. И можно без всякого Казахстана прожить, но с нефтью. Но не все так просто. Бензин в России довольно дорогое удовольствие. Бензин нефти здесь не важно. Вследствие откатов и взяток всяких всяким там сеченым и другим ублюдкам. И вот в Казахстане бензин нефть продается за себе стоимость. То есть в Казахстане бензин продается в два раза меньше чем в России. До пандемии был налажен серьезный бизнес ну бензин кератин не важно. Был налажен серьезный бизнес когда фуры из Алматы гнали в Магнитогорск. Так как восточная часть России развита не так сильно как европейская часть. В восточной части России у людей не так много денег как в Западе. И в Западе тоже немного но чуть лучше чем в Восточной. А товар в частности бензин там стоит в два раза дороже. И в два раза дороже там стоят продукты. Несмотря на то что именно в Восточной части России добывается нефть. Так что жизнь там в Восточной части России не сахар. Недаром в Царской России туда ссылали людей и делали это в качестве наказания. А вот подслащивает жизнь людям в восточной части России как раз Казахстан. Он может сказать что таким городам как Оренбург Магнитогорск не дает свалиться в экономическую пропасть Казахстан. А тут бац карантин. все границы закрыты и так далее. И вот чтобы прецедент Хабаровска где люди хотят уже отделиться от России не пошел на всю восточную часть России границы с Казахстаном открылись. Теперь про Киргизию. Там нет строгих ограничительных мер введенных въезжай свободно в Киргизию. Но мало кто в своем уме поедет в Киргизию. Граница с Киргизией открыта для другого не для туризма. Чтобы мигранты гастайбайтеры которые приехали на заработки в Россию могли наконец-таки спокойно улететь уехать к себе домой. Напомню что мигранты были что всеми что мигрантами были забиты все аэровокзалы все ШД вокзалы они не могли уехать к себе домой из-за того что границы в связи с эпидемией были закрыты и делала это в случае с Киргизией как раз не Киргизия а закрывала граница сама Россия опасаясь что Киргизия который действительно граничит с Китаем может привести в Россию вирус и еще больше будет в России зараженных людей но что мы получили в ходе такого решения господина Мишусина вирус все равно проник в Россию но зато сотни тысяч мигрантов скопились на вокзалах и давай щемить и грабить пассажиров внутренних рейсов не говоря о том что чуть ли они в аэропортах не устроили бунт то что они полгода не смогли улететь на родину их можно было пожалеть на то когда власти отправили всех россиян на домашний арест а это никакая не самоизоляция это была домашний арест всем россиянам стороны властей за ни за что и по беспределу вот так вот это понимает российская общественность да это не самоизоляция а домашний арест вы все были арестованы и сидели по домам ну арестованы в легкой форме да а в это самое время мигранты спокойно из киргизии ходили и бродили по москве их никто из сотрудников полиции не трогал то время как и если бы русский человек вышел бы из подъезда своего дома то получил бы штраф да уж россия создала все условия для мигрантов а для коренных жителей россия создала лишь штурмы власть вела одни лишь поборы ну что же мы хотим с этого государства откровенного дерьма под названием россия скафедерация так же взбунтовались так же не взбунтовались тоже но так же возобновились полеты и для белорусов но это вообще забавно российские власти думали что запрет въезда в россии будет наказанием для белорусского народа за митинги против лукашенко но белорусский народ подумал да зачем в эту рашку говняшку да лучше в литву или украину после переговоров с путином лукашенко таки открыл границу с россией но теперь все с точностью да наоборот теперь неугольных режиму лукашенко будут ссылать в россию в себе и я а лукашенко вновь будет пугать в белоруссии российской угрозой еще открыли границу российские власти с южной кореи но это это чтобы россия получала бабки за отродита и стельной кореи в южную через свою стаду теперь недовольные режимом ким чем имя будут сбегать через россию в нужную корею а не только через китай вот такие дела так что коронавирус тут ни при чем во всем есть своя логика даже если она неправильная враждебная злая злонамеренная и так далее пока я спал вы спали все мы спали в Иркутске бомбануло у кого-то так что мама не горюй настоящее землетрясение было в Иркутске но пройдемся сначала по хронологии событий и так 21 час и 5 минут по московскому времени произошло землетрясение в Иркутской области и по центрам тряски в Стряске стал поселок Кунтун в Слюдянском районе этот поселок располагается на берегу Байкала интенсивность толчков составляла 8,1 балла балла по 10-бальной шкале так что мы видим серьезно так тряхнуло Иркутск а это карта на ваших планах карта сейсмической активности в тот момент и звездышки как раз таки выделено где эпицентр в Стряске но толчок был ощутим не только в Иркутской области но и в Бурятии так что по всей видимости серьезно так тряхнуло именно озеро Байкал по второму толчок был сэффиксирован 2 часа ночи 2 часа и 20 минут но уже с амплитудой 5 баллов из 10 а потенциально жертв могло бы быть 20 тысяч человек это население с Лундианского района Иркутской области но к счастью обошлось без жертв как описывает корреспондент комсомольской правды Ольга Лепчинская ночью 22 числа у Иркутян дрожали стены люстры ходили ходуном посуда дребезжала жителей квартира на верхнем этаже обошлись больше остальных оно неудивительно ведь дома качало в Иркутске дома ходили буквально худуном как пишет Медуза люди сами эвакуировались без помощи спасателей оно подвакуацию понятно подразумевается и паника и бегство бегство из квартир и жилых домов строго страх и ужас пришлось пережить Иркутянам этой неспокойной ночью 22 числа спасатели отреагировали лишь на следующий день то есть если бы там повалились по зданиях кого спасли как всегда особенно мне понравилось что когда перепуганные люди звонили в МЧС им рекомендовали соблюдать осторожность и все типа спасение утопающих делал самих утопающих причиной этой встряски вероятно стало причиной того что МЧСовцы сутки спустя отреагировали стало то что на весь Иркутск есть только два специализированных подразделения даже не МЧС а жилконторы которые занимаются землетрясением а жители Иркутска продолжают нагнетать ситуацию все отслали друг другу сообщением со словами ну как вы дорогие как как обделались знатно отвечали им люди и в простей день боясь заходить в свои квартиры и дома и вдруг они станут вдруг квартиры и дома их не станут могилой для них также промедление МЧС было связано с тем что сайт геофизические службы рухнул не выдержав сотни тысяч обращений среди этих обращений было и немало комичных я рад что в Иркутске сохраняют позитивный настрой несмотря ни на что ну вот например писали в МЧС что ночь в Иркутске была потрясающей ну вы поняли потрясающей в смысле встряска встряска эта самая встряска дошла и до правительственных зданий Иркутска губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вел в Иркутский режим повышенной боеготовности как утверждает глава Иркутского края все подразделения были поняты по тревоге и отправились мониторить ситуацию с тем чтобы не допускать разрушения зданий и жилых домов ну что ж поверим губеру на сей раз только я не могу понять а когда этот режим повышенной готовности отменили он же был введен в марте из-за коронавируса или губернатор сам не знает что у него в регионе творится какой режим введен а какой нет вот и шандарахнуло по полной да так что даже движение по железной дороге пришлось прекратить ну и самый главный вопрос возникает что послужило толчком к земле встряски в Иркутской области ученые до сих пор не знают они лишь выявили закономерность что такие встряски повторяются с амплитудой раз в 10 лет но что же все таки это было причиной встряски подземные ядерные испытания на дне Байкала возможно не ядерные а какого-нибудь другого оружия для потехи путинского чувства собственного величия или же Иркутск изрыли шахтами так что остались дыры под землей кастровые воронки сейсмологи на пенсии утверждают что ничего странного это всего лишь плита подземная на две части расселилась но люди понимают что трах-бабах и нет этих самых сейсмологов на пенсии как и их самих и все их сотрут с лица земли это иркутяне поняли 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 что это расплата за грехи иркутян перед природой все напугались все обделались но никто не знает что произошло на самом деле но знает одно что конец уже близок как в фильме 2012 когда там орали что конец близок конец близок никто на это внимание не обращал а потом бац и земле это весеннее аладу кран показать не хотите ну реклама как-то выскочила я что могу сделать раскрыто содержание разговора Путина и Макрона ну прям как моя мать со своей подружкой тетя Леной любит поговорить так и Путин с Макроном на сей раз они говорили о ситуации с Навальным благодаря же журналистам Лемонт мы можем теперь понять какая дурь вертится в голове нашего президента ну во-первых Путин Макрону заявил что Навальный мог сам случайно выпить яд по неустановленным причинам да Путин в разговоре с Макроном просто смешон во-первых есть такая поговорка за случайно бьют отчаянно потом что значит чисто случайно обычно чекисты словосочетания чисто случайно употребляют в том случае когда они злонамеренно либо кого-то убили либо отравили либо еще чего-либо но это на чекистском сленге вовсе означает что было не случайно это такой у них своеобразный юмор говорит чисто случайно когда на самом деле была спецоперация потом у нас что каждый политик чисто случайно может выпить яд что ли Ледвиненко чисто случайно выпил чаек с полонием Немцов чисто случайно сам застрелился на мосту редактор русского Ньюсвика Пол Хлебников чисто случайно сел в машину где его поджидали киллеры из ФСБ которые чисто случайно выстрелили в упор в него Путин говорит что сам Навальный выпил яд ничто не напоминает да это же стандартный полицейский протокол в России где подозреваемый сам себя избил или скажем так нашел дубинку полицейского и стал ей бить избивать себя 15 раз или как в армии когда военнослужащий сам себя повесил а служил ни при чем или упал в туалете сам а синяк под глазом гематома сама выросла остается загадкой лишь что Путин сам отдал приказ об отравлении Навального либо он просто верит рапортам своих силовиков где записано что Навальный сам себя отравил но понятно одно Путин врет и врет нагло и врет он не только нашим гражданам но иностранным лидерам в частности врет президенту Франции вводя его в наглое соблуждение поэтому банным надо поставить а не мне вот в частности Путин заявил что Навальный траванулся по неизвестным причинам но тогда возникает вопрос а что делали ФСБшники в кабинете главврача Омской больницы где лежал Навальный значит по меньшей мере они собирали информацию об отравлениях и дальше передавали ее наверх а значит Путин знает все якобы неустановленные причины отравления Навального Навального же траванулись тем чтобы не допустить умного голосования в регионах в единый день голосования и только благодаря отравлению Навального единороссы прошли в областные думы и на губернаторские посты нарисовав себе 80-90% поддержки избирателей Путин также с презрением говорил про Навального ну что тут удивительно ведь это его главный конкурент на действующий момент дальше Путин говорит Макону что Навальный совершил незаконные действия с фондом по борьбе с коррупцией а какие незаконные действия не говорит а действительно эти действия это как раз таки расследование коррупции это облет домов чиновников с тем чтобы мы общественность видели как российские чиновники хорошо живут а живут они так хорошо что появилось желание раскулачивать их то есть наоборот ФБК занимался тем что расследовал незаконную деятельность чиновников а Путин говорит что действия Навального были были внезаконные Макрон то наверное со стула упал от смеха Путин заявил также Макрону что Навальный своими расследованиями шантажировал чиновников но шантаж это совсем другое это когда расследования наоборот не публикуются а Навальный публиковал свои расследования и это явно не шантаж шантажом это Путин занимался в КГБ уж явно когда работал там в КГБ в ФСБ вот действительно занимался шантажом какой шант да Путин назвал Навального простым интернет-баламутом отрицает того что Навальный давно уже никакой не блогер а политик международного уровня которым он стал после отравления а про Путина что говорят ну я не хочу материться вы все найдете в интернете ролик из Харькова когда кричат что Путин хубло Путин хубло естественно не хубло а другое слово еще жестче что Путин хубло это как раз и подтвердилось в разговоре с Макроном Путин наглый лжец про него даже фильм снят который так и называется лжец лжец Джиман Керри в главной роли обязательно пересмотрите его кстати говоря очень много крутили на СТС а потом его перестали крутить потому что лжец лжец это как раз таки Владимир Владимирович Путин ну что ж надеюсь он сам выпьет яду и яд ему развяжет язык на этом все итоги недели мы сегодня в вашей нашей не крайней не свободной стране стране маразма и абсурда а вот в Киеве установилась хорошая погода плюс 25 да я знаю что на европейской части России тоже установилась хорошая погода но там лишь плюс максимум плюс 20 а в Киеве плюс 25 какая красота можно даже в Днепре еще купаться что я и с радостью после записи этой программы и делаю ну я еще хочу докрутить просто эту программу до часа 10 что же вам еще такое сказать ну в общем порекомендую там найдите на ютубе то как мой отец был в Крыму там написано на моем интернет канале Крым реалии Сакский район да там он в какой-то деревушке прячется от чекистов и закладывает бомбы ну все пока пока ну все пока пока